Всем здравствуйте! С вами Варя Андреева и программа «Ура! Каникулы!». Сегодня в выпуске, как всегда, много солнечного и позитивного. Надеюсь, вы интересно провели выходные и хорошо отметили праздник 12 июня. Ребята и воспитатели пришкольного лагеря очень патриотично провели День России. На торжество пригласили и нас, в молодежную студию «Компас». Для ребят пришкольного лагеря эта линейка не первая, но она наполнена глубочайшим смыслом и посвящена России. 12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. «Россия – великая страна, потому что она самая молодая, она самая большая». «Я люблю Россию, потому что здесь я родила, здесь я все знаю». «Я люблю Россию, потому что мы не нападаем ни на кого, и она добрая». Без сомнения, каждый из ребят любит нашу страну и готов своими победами и достижениями прославлять Россию. «Наши семьи – это Россия! Наши семьи – это нас! Приводная сила! Всегда идёт, придёт за бабушку Россию!» «Я отболю». Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, Россия обрела и первого президента в этот день. Но уже в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Ельцин. «Стой, не стой, не стой, не стой, не стой, не стой, не стой, не стой». После линейки ребят ждал сюрприз – самое любимое занятие – рисунки на асфальте. При этом тематика конкурса, конечно, 12 июня. Подробности вы узнаете из сюжета. Даже такое мероприятие, как рисунки на асфальте, может быть патриотичным. «Каждый отряд нарисует рисунок от своего отряда, даст ему название. Но вообще конкурс рисунка называется «Россия, Родина моя». «Заинтересованы в успешном, благополучном будущем России, страны, которой сегодня приходится, скажем так, нелегко. Но я думаю, что наша страна, потому и велика не только площадью, но самый главный ресурс в нашей стране – это люди, сильные духом. И вот эту силу духа нужно воспитывать в наших детях». Ребята разошлись по своим отрядам, выбрали, на их взгляд, подходящее для рисунка место и взялись за мелки. Воспитатели и их подопечные буквально сразу определились с тем, как именно передать главную идею конкурса. «Я рисую добрый мир, в котором есть только добро и нету ни зла. В нем есть дома, чумики, трава, цветы, облака, радуга и птицы». «Скажи, какие краски вы использовали – яркие или темные?» «Самые-самые яркие». «Мы изобразили самые яркие объекты России. Мы изобразили Москву, Кремль, мы изобразили озеро Байкал, мы изобразили Кавказские горы, изобразили Камчатку». «То есть у вас самый большой рисунок?» «Ну да, но мы не обошли стороной самый любимый город – Губкинский». «Родина пишется с большой буквы?» «Наверное, потому что это наша родина, мы тут родились, и мы гордимся, и мы не можем ее писать с маленькой». «Яркие краски в рисунках говорили о хорошем праздничном настроении». «Победителя было трудно выбрать, как отметила судейская коллегия, все рисунки были очень патриотичны, и каждый интересен по-своему. В итоге выиграл шестой отряд, второе место разделили юные художники из пятого и второго отрядов. И бронза у первого отряда». «Во всех школах города уже давно отзвенели последние звонки, но некоторые ученики все равно продолжают приходить в учебные заведения. Кто-то на сдачу экзаменов, а кто-то – получать грамоты и подарки». «Награждается Андреева Екатерина, участник второго окружного конкурса. Чтецов «Моя мала» и «Родина». Накануне в четвертой школе названы имена победителей конкурса чтецов «Моя малая родина», организованного в рамках 28-х Лапуевских чтений. Жюри рассмотрено 270 роликов. «Если ты на севере родился, или пол судьбы ему отдал, Сердцем и душой навек влюбился, Синеглазый сказочный Ямал». «Мы в организаторском кабинете рассказывали стихотворения на камеру, и вот эти стихотворения отправляли в Салихарт. Я старался рассказывать стихотворения очень выразительно, чтобы всем понравилось, и чтобы не было никаких замечаний. И я считаю по результатам конкурса, что у меня это получилось». «На сегодня очень важно уметь декламировать, уметь читать выразительно, и причем конкурс очень важный, юбилейный, да, в честь юбилея округа». Кроме ребят, грамотами и благодарственными письмами были отмечены педагоги и руководители, которые хорошо подготовили участников конкурсов. «Ребята долго к этому готовились, подбирали произведения. После того, как мы подобрали произведение, мы, естественно, его отрабатывали на сцене, учили, отрабатывали художественное чтение, подбирали музыку. Ребята сами по себе очень творческие, интересные, и, конечно же, работать с ними было здорово. И сами они получали от этого большое удовольствие. Поэтому, я думаю, мы и победили». А второе награждение, которое также провели в стенах четвертой школы – это итоги окружного конкурса детских рисунков. Он был организован законодательным собранием ЕНАО и посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. «Здесь участников в округе, конечно, было очень много, но я рада, что 80 участников из города Губкинского, они тоже стали победителями, призерами, причем они из разных школ города. Ну, конечно, больше всего участников из детской школы искусств номер два. Причем есть участники, которые даже в школе не учатся, а уже являются победителями, призерами». «Я рисовала бабушку в коляске, девочку с хариками и щенком, и маму с папой. Там еще была стена красная, и парашютисты. Парашютисты спрыгали с парашютом, папа держал букет, а у бабушки было куча медалей». «Лето» – это самое пожароопасное время года. Еще раз напомнить об этом решили огнеборцы. К ним в гости, в пожарную часть, пришли ребята из «Современника». Итоговый результат – познавательная экскурсия и мастер-класс. «Жена Высоцкого – Марина Владимировна. А вот ее спасали по таким лестницам в гостинице Ленинграда. Машина предназначена только для одного – для работы на Высоцке». Многие ребята ловили буквально каждое слово инспектора. Это группа детей из детских площадок, дети двора. Организаторы решили их отдых разнообразить полезным мероприятием. Экскурсия в пожарную часть здесь никого не оставила равнодушным. «Мне понравилась форма, машины понравились». Никита, как очень много мальчишек в его возрасте, заинтересовался профессией пожарного. Она, по его мнению, очень полезная и героическая. «Профессия пожарного очень тяжелая, и я буду стремиться к ней». «Скажи, а что здесь тяжелого, что здесь самое сложное, на твой взгляд?» «Тушить пожар». «А как его тушить?» «Лотой или пеной». «Они очень хотели видеть настоящие пожарные машины, хотели попробовать держать шланг в своих руках. У многих получилось, он достаточно тяжелый, но не справились». Держать в руках ствол ребятам показалось интересно. Взрослые не зря вводят наглядную иллюстрацию. Через игру можно лучше закрепить знания. Теперь тут уж точно каждый собравшийся знает, как нужно действовать в случае пожара и куда звонить. «Первое – называйте адрес. Второе – не говори сегодня. Второе – называем, что горит. Это может быть квартира, сарай, это может быть машина, это всякое. И третье – называем свою фамилию. Не забываем их». «Заинтересованные лица – самое большое доказательство полезности такого экскурсионного досуга». «Наша основная задача при проведении таких экскурсий – дать ребенку знания и умения, которые в последующем уже превратятся в автоматический навык». В конце встречи фото на память немного мешкает, все-таки найден идеальный вариант для расстановки ребят. Кое-кому даже удалось посидеть на пожарной машине. «С детства мечтала посидеть на пожарной машине, а сейчас была такая возможность, поэтому очень круто». «Хоть и лето, хоть и не учатся дети, но у нас есть дворовые лагеря, да, у нас есть летний пришкольный лагерь. Мы очень плотно с ними работаем, проводятся беседы, проводятся конкурсы, также вот эти экскурсии. Ну, то есть круглогодично у нас идет пожарная профилактика». Уже в июле запланировано еще две экскурсии для детей в пожарную часть. А теперь немного о юморе. Слово предоставляется Евелине Семеновой. «Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы наверняка знаете, что смех продлевает жизнь. Так не будем терять время. Приглашаю вас на КВН в пришкольный лагерь». Прежде чем весь лагерь заиграл в КВН, ребят, конечно, ждали репетиций и самые тяжелые последние полчаса перед выступлением. Именно тогда все силы пришлось задействовать и активизировать буквально каждого в отряде. Кто-то помогал о начальном этапе с придумыванием шуток, выбором курса команды и изготовлением нужных атрибутов. Другие задействованы были сами. Состав команды – 10 человек. Уже не без дела, последние минуты не сидели. Прогон танца, песен, активное перевоплощение, новые прически и отличительные знаки. Мы просто играем в весельщиков и нам надо быть веселыми, потрепанными, поэтому так выглядит наш макияж. Детям очень нравится общение со взрослыми, такая неординарная обстановка. Они себя ведут совсем по-другому, они себя проявляют полностью, они себя реализовывают. Мы готовились два дня и у нас интересное будет то, что мы будем танцевать, говорить, какие мы витаминки, стихи будем говорить. Первый конкурс «Приветствия» показал сплоченность команд и их оригинальность. Храбрые зайцы, непоседы, крутяшки, весельчаки. В КВН были заново придуманы названия команд. Так, например, произошла трансформация в первом отряде пехотинцев. Они стали витаминки, а вот четвертый отряд уже в названии показал свою активную позицию. Они за здоровый образ жизни. Мы на планете спорта! Актив! На планете спорта! Здоровья и побед! Разве девушки молодых много-много лет! Пришлось трудиться много. Мы с мамой повторяли, повторяли. Я выучила слова. Теперь я знаю, что командирам выступать в КВН – это очень сложно. После первого конкурса судейский стол преобразился. Тут и фрукты, и поделки. В общем, все то, что могло хоть как-то повлиять на исход игры. Жури, в свою очередь, оказалось неподкупным. Оценки их были справедливы. Чтобы было интересно, детям весело, чтобы запомнилось надолго и потом пригодилось в жизни. У нас есть шансы, но они равны, так скажем. Мы придумали это все вместе, и наш отряд очень сплоченный. Казалось, шесть отрядов, шесть команд. Однако седьмой командой стали воспитатели – мультяшки. Они решили объединиться и показать, что взрослые также не могут жить без шуток. Шутки у нас на каждом шагу. В столовую идем – шутки, на зарядку идем – шутки, на линейке – шутки. Без шуток не весело в лагере, это же детский лагерь. Уже традиционно КВН проходит в пришкольном лагере каждую смену. Ребята с удовольствием работают над заданиями. Им в помощь дана тема игры. В этот раз она звучит так – что такое хорошо, что такое плохо. Во втором конкурсе загадок предпочтение было отдано полезным вещам. Это спортивный ментайм для тренировки силы. Правильный ответ, к сожалению, никто не дал. В коробке лежал ручной экспандер. Хотя на большинство загадок все же нашлись отгадки. Самые эрудированные ребята приносили дополнительные баллы своей команде. Заключительный конкурс «Нам без песни жить нельзя» – еще раз показал единение отряда. «Нам без песни нельзя» – это просто песня «Нам без песни». При подсчете судьями результатов разница между соперниками была минимальна. Судьбу первых трех мест пришел всего один балл. Так победителем в КВН стал четвертый отряд – «Храбрые зайцы». У них в копилке 52 балла. На втором месте – третий отряд – «Планета спорта». И замыкает тройку лидеров шестой отряд – «Крутяшки». Это была последняя новость нашей программы. Не скучайте. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok